Здравствуйте! У нас для вас есть просто хорошие новости. Подборка по-настоящему добрых и милых сюжетов, призванных порадовать вас и поднять настроение. Только сплошное добро в эфире НТС в студии Татьяна Трофименко. Свердловская область Дает исключительную надежность. Такой топор сломать практически невозможно. Даже на 40-тонном прессе мы их давили, их просто сминает, но ничто не лопается, не колется. Это, собственно, залог качества продукции. Мы на голого топора мы даем пожизненную гарантию. Вот благодаря вот самой вот этой фишечке. Для этих практически вечных топоров используют подшипниковую сталь ШХ-15. Кузнецы перековывают заготовки, вытягивают из нее лезвие, обтачивают и прокаливают. В итоге получается совершенно уникальное по своим характеристикам изделие. Но прочность – не единственное преимущество, которое имеют топоры Анники перед своими конкурентами. В кузнице происходит настоящее творчество. Ради своих клиентов мастера придумывают по-настоящему фантастические орудия. Пример такого – Тесла-топор, который метает молнии. Есть катушка Тесла, такие установки, с ними шоу всевозможные делают. Вот мы такую катушку Тесла интегрировали в топор. То есть у него был соответствующий дизайн, такой под Тесла-панк. В нем был спрятан аккумулятор, вся электроника и из-за топора, как в кино, только это уже по-настоящему исходили такие молнии. Это было, естественно, декоративно, то есть им никакого урона нельзя было нанести, но выглядело эффектно. Выглядит. Мастерица Хумайрах Бин Талтав сумела найти в искусстве выживки свой уникальный стиль. В своих работах девушка воплощает образы из окружающего мира, живой природы. Золотые нити, переливающийся бисер и различные техники – все это делает стиль мастерицы неповторимым. На ее полотнах появляются удивительные образы. Создается впечатление, что жуки-скоробеи вот-вот убегут с холста, а пчелы взлетят и отправятся на ближайший солнечный луг. Девушка рассказывает, что вдохновение для очередной своей работы она находит в лесу недалеко от своего дома. Общение с природой очень благотворно влияет на рукодельницу и дает просто удивительные результаты. У берегов китайского города Чэнду планируют возвести искусственный остров. Сооружение с инновационной инфраструктурой должно стать новой кремниевой долиной в Поднебесной. Так называемый остров Единорога должен занять более 60 гектаров в заболоченном заливе около 11-миллионного китайского Чэнду. В его центре планируется главная площадь со станцией метро, а вокруг офисные здания и жилые кварталы в футуристическом стиле. Для максимального комфорта улицы острова украсят обилием зеленых деревьев и кустарников. Планируется, что остров Единорога привлечет для работы успешных молодых бизнесменов не только из Китая, но и со всего мира и составит достойную конкуренцию знаменитой американской кремниевой долине. Люди любят увековечивать что-то, что для них ценно и значимо, пусть даже немного. Поэтому абсолютно неудивительно, что на планете можно найти памятники, посвященные буквально всему. Еда и одежда, выдающиеся личности и выдуманные персонажи. Отношения, юмор и даже философские постулаты – все это запечатлено в скульптурах и инсталляциях. Вашему вниманию самые необычные памятники, которые можно найти в самых разных уголках мира. Чаще всего встречаются памятники, посвященные известным личностям. Но как изобразить человека – это уже другой вопрос. Например, Томас Мор изображен оседлавшим черепаху, а Зигмунд Фрейд висит в воздухе, держась за кровельную балку. Еда – неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому неудивительно, что и ей устанавливают монументы. Вот, например, памятники огурцу, сыру, хот-догу и пончику, шпротам, чаю и даже яблочному огрызку. Не забывают скульпторы и архитекторы и о животных, изображая их совершенно по-разному. Бегемоты в зоопарке Тайбэя, например, выплывают из асфальта, как из водоема. Есть и странные экземпляры, например, испанские кот и паук. Интересный памятник акуле есть в Оксфорде. Там она просто торчит из стены дома. А стокогольмская корова в костюме космонавта парит в воздухе над головами людей. Кроме всего прочего, увековеченными оказываются и обычные вещи – светофор, кран, прищепка и даже клизма. Предметы гардероба тоже находят отражение в искусстве скульптуры. Вот Франц Кавка, сидящий на огромном пустом костюме, необыкновенных размеров шар из штанов, гигантские туфли и ботинки. Честь и стать памятником удостоились и аксессуары. В Анапе есть памятник отдыхающему, выполненный в виде белой шляпы. В Краснодаре – кошельку, а в Норвегии установили даже монумент перчатки. Бороться со скукой и тревогой с помощью бега. Такой подход выбрали любители активного отдыха из Великобритании. Жители Хейзервилла решили разбавить будничную жизнь. Но в качестве трассы им ближе крыши домов и стены многоэтажек. Трейсеры Шейн Гриффин и Сэм Шепард покоряют городские высоты не первый год. Будь то забор, стена многоэтажки или же вершина здания – для них это лишь очередное испытание, покорить которое – дело чести. В моей голове это как генеалогическое древо. Большое генеалогическое древо различных движений, которые я собрал за эти годы. Оно подсказывает мне, как и где я могу пробраться наверх. Я визуализирую этот маршрут в голове и, медленно обдумывая, я представляю план безопасного покорения препятствия. А чтобы мокрые ладони не стали причиной несчастного случая, парни, как опытные тяжелоатлеты, натирают их мелом. Это единственная страховка. А дальше, как в песне Высоцкого, надеются только на силу рук. На сегодня это всё. Смотрите подборку добрых и милых сюжетов по будням, сразу после вечернего выпуска Севенформбюро и в течение всего дня. Всего доброго, оставайтесь с НТС и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok